Недавно в столице республики появился новый троллейбус. Он следует по первому маршруту. Наша съемочная группа решила на нем покататься и заодно выяснить, чем отличается новое транспортное средство от своих собратьев. Надежда Андреева редко ездит в общественном транспорте, но в этот раз увидела новый троллейбус и решила его опробовать. Удобно, чувствуется, что комфортно. Звук тихо едет. Я надеюсь, что таких троллейбусов еще побольше будет и будет комфортно ездить нашим жителям города. Этот троллейбус выпущен в Энгельсе. Он оснащен одной ступенькой, на которую, несомненно, легче подниматься, чем на три. Выход на средней площадке оборудован откидывающимся пандусом, по которому в транспорт может въехать инвалидная или детская коляска. Место для них тоже найдется. Напротив средней двери есть свободное пространство. О маршруте, времени и температуре в салоне можно прочитать на электронных табло. Управление этим троллейбусом импульсно-тиристорное или тиристорно-импульсное. Ну а троллейбусы ЗИУ-9 у нас реостатно-контакторные. Там, потому что другая схема управления и другой двигатель. Там, значит, осинхронный двигатель установлен. Ну, отличается мост, отличается, и еще внешний вид отличается. И дальше, что еще из таких новшеств? В салоне имеется кондиционер. Такая машина появилась в Чебоксарах, так сказать, на пробу. Ее привез завод-изготовитель на выставку в июне и оставил на опытную эксплуатацию. Можно догадаться, что троллейбус понравится чебоксарцам, но вот когда он пропишется в столице республики, неизвестно. Удовольствие недешевое. Одна машина стоит порядка 5,5 миллионов рублей. Вдвое больше, чем обычный троллейбус. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков. Республика.